Всем привет, это Валентина. Валентина у нас юный дрифтер. Ну да. Снимем пару обзоров сегодня. Снимем на... Это же не гитар, да? Это получается? Просто Skyline. Я сниму обзор на Skyline, она снимет на Hushin'у Deunaxio. Ну что, не знаю, поехали снимать обзор. Что, ты поедешь куда-то? Ну поехали снимать. А, ну ладно, мы можем стоять. Субтитры сделал DimaTorzok. Сегодня у нас старичок Skyline 32 кузов. Давай, Лидина, открой капот-то. Здесь у нас стоит ниссановский движок 16-ти вольтовый. Правильно? 16-ти вольтовый движок. Что за понятие? Нет, 6-ти клиндровый. 6-ти клиндровый, а рядный, да? Рядная 6-серка, да. РБ? РБ. Дет? Дет. Двадцать два ноль. РБ как? Двадцать Дет. А эта свечка дополнительная для чего стоит? А это... Седьмой цилиндр? Это заглушка. Да, седьмой цилиндр. А что маслом зайдет нормально все? Не знаю. Все чудненько. Не Subaru? Чисто дрифтовый карп. Почему ты сказал 16-вольтовый? Ну, 24-вольтовый. А, 24-вольта? 24-вольта. Валевая? Ну что ты, Валентина, послушала машину, что лучше? Дрифт или музыка? Дрифт. Дрифт лучше, конечно. А что-то, кстати, девчонки в последнее время везде залезли уже и в дрифт, и в музыку. Все. Что ты прокомментируешь по этому поводу? Слушай, есть возможность, если сейчас брать такие машины, делать боком красиво. Валить боком? Да. Валентина валит боком. Да. Слушай, давай, кстати, по музыке пройдемся, Уля. По музыке пройдемся. Здесь имеется аудиоподготовка, чисто японская, кстати. Что у тебя, кстати, написано? Active. Active speaker. Магнитола у нас каразерия. Это тот же пионер, в принципе, и динамики каразера стоят. Китайцы боком валят вон, да. Навалишь? Боком? Нет, это музыки. Китайцы боком валят. Что, валю боком? И катаюсь пугаником. Ага. А, не, погоди, этот, включи ее чисто на японском. Что она там, когда болякает-то? А погромче сделать? Нет, она так. А, не сделать? Да, только так. Чисто японская тема. В японском, да, экран тоже, видишь, разбитый с завода. Японский. Японцы били, короче, специально, чтобы Sky был... Битбитами, да? Да, чтобы... А я знаю, почему разбитый экран. Знаешь, почему? Почему? Сейчас засяду, погоди. Смотрите, вы понимаете. А, нет, мне не сесть. Да. Даже так, а не, посадка, кстати, четкая. Вот вылезать хреново, посадка четкая. Ну, вылезать хреново даже мне, кстати. Смотри, вот когда дрифтуешь, когда ты... Ты уже этот, как его? На адреналине. Сцепление можно выжить? И просто первую, да, вторую. И бах, в экран. Ну, блин, нет, это не японцы били. Ты неправильно говоришь, а с людям чушь на уши повешаешь. Ну, рассказывай. Нет, ты не японцы били. Эту магнитолу специально на заводе в Японии били японцы. Знаю, разбили сразу. Мой Skyline. Она, видишь, прошла тест-драйв. С битым экраном, но она работает. Даже навигация есть. Ну, давай музыку-то навалю. По Японии. Видишь, по Японии навигация. Да, это по морю. Мы в море вроде сейчас. В океане. Музыку. Так, подожди. Да, не, не, нормально. Блин, какие дурачки. Четенько. Четенько. Позоруль Бома. Оригинальный, потертый, боями. Боями, да. Тут, короче, если присмотреться, написано Серега. Серега, да? Серега, да. Какой-то Серега. Это со скупки. Наверное. А, слушай, у тебя работают, да, ручки? Да, работают. Фиксатор-то. Не, не, в смысле, ты вижу, что вот так вот? Да, да. Так, я считаю. Ну, это для дрифта плохо. Надо этот изолентой замотать, чтобы он... А, ну, хотя ты ручник не дергаешь, у тебя и так вроде... А как, что скажешь, по трассе как ездить? По трассе огонь. Огонь, да? Да. Не, когда вдвоем. Ну, когда вдвоем, то понятно. Один смотрит, как обогнать, а второй. Нет, я нормально, я усовываю сюда, как вот. Бок, сильнее. Вообще, я по карманам обгоняю. А, ну, четко, да. А, вообще, нет, классно на трассе. И машина в дорогу очень... Ну, встепляется в дорогу. Устойчивая. Тут есть такая кнопочка, она даже отключает гидро... Гидроплечу. Подожди. Это ты это вырежешь? Нет. Тут есть такая кнопочка, которая отключает гидроусилитель руля. Она вот такая с черепком. С черепком? Видишь черепок? Да, вижу, да. Но это у тебя кастомная. Это кастомная, да. То есть ты, допустим, едешь по трассе, можно отключить гидральщ и машину... У тебя электро, наверное? Нет, гидроусилитель. Гидроусилитель, да. А как он отключает его? Кнопка интересная. А, у тебя электро муфта стоит на этом? Ну, да. Я с ней знаю системы всей. Ну, как, ее нажать можно? Тогда... Нажимаем черепок. Бля! Восемнадцатые катки не провернуть. У тебя восемнадцатые стоят? Нет, семнадцатые. Семнадцатые? Ну, почти как восемнадцатые. У меня, кстати, так же. Но у меня только просто не включается. Есть подлокотник, бардачок. Ну, это классно. Как на всех машинах нормальных. Нормальных. Да. Сидушки регулируются у меня по этому... Не, ну, кстати, сидеть вообще кайфово. Ну, это стоковые сидушки обычные от 32-го. Вот, боковая поддержка регулируется. А, регулируется? Да, боковая поддержка. Сейчас она бы максимум. Ну, вот тут есть такая. Только вот сядь, если, допустим. Ты можешь как-то так покрутить ее и почувствовать. Валики чувствую. Ну, вот тут ударили. Массажные. А, не, вот пошла, да, зажимает, кстати. Четко. Это в Японии придумали 30 лет назад, представляешь? 30 лет назад придумали. Реализовать не проблема, но никто не делает. Ну, да. А если делают, то это стоит очень дорого. Да, ну, естественно, как у всех машин. Сидушка по сети регулируется еще. Вот, ну, вероятно, да. Давно ты гоняешь, не? Гоняю я с мая 2017 года. Ну, получается, года четыре, примерно. Года четыре? И как? Нормально, без проблем? Без проблем? Да, да, без проблем, ребят. В общем, машина вообще не проблемная. Ну, она же японская, она не ломается. Японская машина не ломается. Я не буду сейчас тут сеять сомнения людям, кто хочет купить подобную машину. Машина не ломается вообще. Вообще? Башка не греется, не ломается. Резина не стирается, представляешь? Даже заправлять не надо. Да? Да. Какой расход? Восемь? Ой, слушай. По трассе семь? Расход, ну, расход, ладно, про расход схожу, скажу. 20 литров примерно по городу. Ну, стоит того. Ну, конечно, стоит. Да. У меня до этого были машины. У меня была Nissan Tiana, Mazda была, Mazda 5 такая большая, Honda Civic. Ну, соответственно, эта машина, конечно, лучше всех. По ощущениям, по эмоциям. Ну, такая игрушка. Вот, на зиму она у меня стоит в гараже, я на ней не катаюсь. Вот. Ну, слушай, я месяц назад прокатился на ней, да, она валит богом. Знатно. Можно ехать быстрее, можно ехать медленней. То есть, выбор у тебя есть. Можешь нажать на тапку, побыстрее поедешь, если не нажать. Ну, ты зимой, получается, копишь на резину или нет? Копишь? Ну, мы уже посмотрели, что у тебя колеса уже готовы к зимнему сезону. Я коплю зимой на много что. Вот. Я просто коплю зимой, а потом уже, да, весной я снабжаю. Вкладываешь, снабжаешь, кормишь. Кормлю. Ну, на бензин уходит денег много. Пятком, ну, я так думаю, что... Ну, она у тебя повседневная, потому что... Да, ну, больше 10 тысяч в месяц. Думаю, как это так. Десятка, да. Больше 10 тысяч в месяц, наверное. Не таксуешь? Нет! Тут недавно высказывали мнение, типа, если вот прикинь, ты вызываешь такси, подъезжает Skyline. Вот сядешь у него или нет? Ты сядешь? С удовольствием. С удовольствием. Ну, ладно, попробуй. Ну, да, смотря, кто за рулем будет сидеть. И девушка такая за рулем. Слушай, я первый раз сижу за рулем этой машины, мне там дали покататься. Подъезжают. Де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Да, такая еще даже... Ой, ой, я не умею. Представляете, что... У тебя давно права? Права? Да. Сейчас скажу, сколько. Не буду говорить, сколько мне лет. Но права, у меня это лет 6. Может, 7. Ну, я ссылку на тебя оставлю вконтакте. А там у меня написано. Там у тебя указано. Да не, я еще молодая. 5, 6, 7 лет, да, получается, права, да. А, о, еще самые важные вопросы, это страховка на нее и дорожный налог. Самая больная тема. Я районный человек, понимаешь, я прописана в районе. А, у тебя в два раза меньше. Ну, страховка на данный момент 5,600 в год. Меньше, чем у меня, у городского. Ну, да, но если бы я была прописана в городе, соответственно, это где-то 1010, наверное. Вот, а налог 7,5 вроде в год. Тоже как на краю, ну, как на краю нашу человеку. Там тоже 50% скидка, или сколько? Получается, да, ну, верно. Ну, слушай, фиг знает, вот 155 в ПТС лошадей. А, в ПТС 155? Ну, мы не будем говорить, сколько здесь, потому что мало ли кто-то посмотрит. А, ну, да. Ну, здесь много лошадей. Ну, не знаю, может, там передохло половиной. Ну, 150-то точно осталось. Ну, 155 точно есть, да, как бы. 150 плюс. И у меня где-то музыка тоже валит 150 плюс. Да. Ну, что еще покажем? Есть еще что-то интересное, прям такое вообще? Ну, мафон такой у тебя вообще кайфовый, кстати. Я бы себе такой поставил, но у меня немножко другое направление звука, так что он мне не подойдет. Тут есть климат-контроль, понимаете? Не, ну, у тебя вообще, да, тепло в машине. Климат-контроль. У меня печка не работает. Вот, то есть, все электронное. Заслонки, конечно, скрипят немножко. Вот. Кстати, еще одна такая фишка больная в этих машинах. У этих машин дуйки, ну, вот эти вот дуйки. Воздуховоды. Воздуховоды, да. Они ломаются. Ну, их выбивают, я не знаю, грызут, наверное, там, не знаю, что с ними делают. Но проблема у всех скрипянов в том, что они постоянно выломаны. А у меня целые. А, ты имеешь в виду вот эти штучки? Да, да, да. Они, конечно, так вот работают, как бы своей жизнью живут. Да, вот, но они работают. Фары как с видя, нравится? Нет, фары плохо с видя. Плохо с видя. Сзади место есть, кстати. Сзади вообще, да. Сзади место есть. Идей посадить. Сзади даже можно съесть. Хоббитов. Кепочка у тебя какая-то четкая сзади. Да, кепочка у меня. Надо посмотреть. Сзади есть место. Ты расскажи лучше, как ты картошку здесь возишь. Картошку вожу. Все, картошку. Сколько мешков влезаю от багажника? Ну, мешками еще не возил. Пакетами только. Пакетами, пакетами. Не, ну, с картошечкой чисто боком раздать вообще нормально. Да, это тема, кстати, да. А, еще, смотри, вот, снимай заднее стекло. Работает задний дворник. Да? Работает. А что, обычно не работает? Даже льет, смотри. Бензин льет-то или что, вода? Нет, вода, вода. Мы, эти, скайлайн-воды, мы люди небогатые, поэтому у нас вода льется. А не Хеннесси вода. А почему не Хеннесси? Ну, блин. На зиму-то можно и Хеннесси залить, а ты зимой не ездишь. На зиму можно и Хеннесси, кстати, да. Чтобы не замерзал. Ну что? Вот если бы музыку в мою машину, ух. Стену, да, здесь? Стену. Ну, вот как у меня примерно сделать. У меня дверей нет задних, у меня пыль. А зачем они нужны-то? Не знаю, у тебя-то есть. А у меня удобнее стену было делать с задними дверьми. А здесь надо этот... Неудобно лазить будет. Сидушки убрать, все, норм. Ну, так ее надо делать внутри, в салоне же. А что, замутишь на следующий год? Не хочешь музыку дать продаться? У меня есть... Музыка. В машине не хватает. Музыка в машине. У меня есть провода, у меня есть усилитель. Вот. Нету только сабика. Я думала ставить. Ну, весной. Весной сабик поставишь. Сейчас зиме-то уже не надо. Сейчас не надо. Сейчас уже ничего не надо. Сейчас доедет месяц. И все. Месяцок. Я надеюсь, этот обзор выйдет раньше, чем я его поставлю в гараж. Слушай, он аж когда выйдет, он выйдет дня через 4. Да, быстро. Ну, я не обещаю. Прям этот мяш, чтобы я красивая только была. Да, я тебе этот наложу. Маску. Маску наложу. С огурцами такую. Вот тут огурцы, короче. Блин, жалко, у меня на камере нет этой фишки. Как на телефоне. Кстати, прикинь, вот фишка такая. Ты знаешь, снимаешь обзор, я тут такая. Говорю, распинаюсь. А там знаешь, какие усики это. Да, да, да. Да, да, да. Я думаю, как я смотрю. Такое возможно, кстати. Я такая смотрю, бля, я тут такая, знаешь. Что, сегодня богом раздадим? Так, немного раздадим. Немножко раздадим. Ну, пока корт там у тебя еще есть чуть-чуть. Пока есть, да, умнее. И что, скоро и на моей улице грузовик с колесами перевернется. Да? Ладно, погнали. Очень удобно вылезать. Дверки без рамок. Самое удобное для автозвука. Даже двери не провисшие. Кстати, вот, знаешь, минус, минус этого воздухозаборника? Какой? Какой, какой? Когда дождь, короче, идет, вся вода стекает туда, и когда заводишь, ремень начинает свистеть. Ну, то, что промокает, все, штайна ремень идет. Ну, это нормально. Ну, как бы, надо убирать от колхоза. Почему колхоз? А он у тебя не этот, не несет никакой полезной функции. То есть у тебя интеркулер там внизу стоит. Да. Вот видишь, полезная функция для интеркуллера такая. Такая? Ну, вот, дырочки, видишь? Ну, это ты просверлила, видно. Нет, нет. Ну, кто-то до тебя. А ты что, не этот, да, не закрыл такой? Это ты не закрыла капот. А, ты имеешь в виду рычаг? Нет, подожди. Что-то у нас с тобой кровь потекла. Ну, не, ладно, у меня масло там капает. А у меня что? Что это? А ты же сказал, у тебя тоже масло. Нет. Да это не твое, я здесь стоял до этого. Так. Ламузин уже подверьте. Тут не надо про масло говорить. Слышишь? У меня все нормально с маслом. Я не ест масло, не течет. Не ест, не течет. Фары у тебя, кстати, линзованные. Но у тебя отражатель выгорел, скорее всего. Да, у меня отражатель выгорел. И линзы только поменять, и все. И будет топчик. Ты смотри, самое что интересно, почему-то здесь она черная. Это, наверное, грязь какая-то, да? Это черная. Это, да, это у тебя хром слез. Ну, слушай, для 30 лет хром только еще слез, так это нормально. А 125-ая, это кто у нас? Владивосток. Владивосток. Ну, Приморский край. Japan Car. Скрытая реклама, да? Это ютуберная фирма, нет? Или это? Ты покупала? Нет, нам дали рекламу, да. Ну, Даш, тоже реклама. Где у меня нет рекламы? Да-да-да-да. У меня нет рекламы. Это 12 вольт. Какая автомобильная? Я не знал. В общем, тут... Ну, что скажешь? Да, у нас тут такой экземпляр. Знаешь, как тебе сказать, какой здесь двигатель стоит? Я думаю, что 1.6. Да. 1.6, 4 цилиндра, 16-й клапан. 16-ти вольтовый. 16-ти вольтовый, ладно. Саня, открывай капот, пожалуйста. Как он тебе вообще по внешке? Ну, так, спереди, с боков-то он хуёво выглядит. Блин, если я скажу, что мне нравится, меня закидают по няне сразу же. И просто из клуба исключат. Потому что мы все время будем выкладывать в наш клуб, это видео. Так что, ребята, извините, я... Она продалась. Это нет, это... 1300 за рекламу. Да, мне после денег заплатили. Что, нету палки, Саня? Ну, слушай, у меня здесь колхоз. Я в провода никогда не вникаю. Мы дожили, мы снимаем обзор на Nexie. Полный антиавтозвук. Не, ну не полный. Да, что ли? Да. Угадай, сколько ампер? 120? Ну, там написано. 100. Ну, 100. Я была близка. Ну, в два раза больше твоего аккумулятора под капотом. Да. Ну, слушай, здесь все просто. Здесь... Вот бы двигатель стоит неправильно, надо вот так. Ну, да. Ну, это передний привод просто. Инжекторная. Инжекторная. Нет, смотри, здесь самая главная фишка. Это идет генератор, который на 250 ампер. У тебя, я думаю, где-то 100 ампер стоит. Ну, тебе и не надо большого генератора. Ну, хотя то, что она у тебя постояла 5 минут и не завелась, это, конечно, прискорбно. Но мы ее нормально оживили. Так, что тут у нас идет? Проводки. Да, это идет на второй генератор. Это сложно с автозвуком, ребят. Это тебе не турбину прикрутило и поехал. Это не турбину прикрутило и поехал бок раздавать. Аж сколько проводов. Тут еще отдельно идет. Полностью светодиодные фары. Китайские. Бля, выгорел один светодиод. Блин. Потом Китай. Какие-то черепки тоже. Второй уже что-то заморгал. Не, ну выглядит кайфово. Он, короче, этот на азбуке Морзе передает стигня. Спасите, спасите. Надо просто прочитать. Да, да, да. Я думаю, как он выглядел бы, когда будет порядок, навел, а потом еще. Что думаешь, с керхера сюда ебануть? Масло не убрать, да? Масло это нормально. Для аннексии масло это нормально. Крышка смазывается. Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше, да. Тот, кстати, обратите внимание, тут стоит бампер, стоковый. А, бампер, стоковый, да? Стоковый бампер, быстро съем, да? Ну, на трех саморезах. Он не снимется. Там еще три самореза. Не, этот бампер я могу сейчас снять за минуту. Он быстро съем. А, быстро съем, да? Да. Это так, для стиля, да, просто? Нет, у меня была цель сделать быстросъем, но когда я повесил на этих херни, они ни хера не держат, поэтому было решено еще три самореза вкрутить. Не держат? Надо что-то было по этой... Да, есть такие кнопочки. Да, я сначала хотел, Влади, замочки поставить, а потом купил такие с резиночками. А есть кнопочки прям такие вот так, кнопочка одна. То есть она как-то прикручивается к руку через бампер, кнопочку нажимаешь и снимается. Ну, металлическая, держатель металлический, поэтому надежно. Ну, у тебя таких нету? А, да, пока нету, к сожалению. На Алиэкспрессе 200 рублей стоят. Спасибо, я буду знать. Я тебе ссылку скину. Ты крой сам, пожалуйста. Они, правда, бэушные, бля. Что тебе не нравятся? Японские катки, кстати. Японские катки? Да, с полкой. С жирной полкой. Да, с полкой, да. 10 сантиметров. Покупай. Потребательство? Что? Кто? Издевательство? Над чем? Не знаю, это издевательство какое-то. Почему издевательство? А что, ты колеса в арках тоже, да? Как у нормального пацана? Не, слушай, я хотел проставки поставить, но что-то не дошли руки. В следующем году сделаю. У меня и фендеры уже лежат. Фендеры, да. Ты подрыв будешь делать? Нет, я фендеры поставлю на свою семерку. Какую семерку? Ну, я куплю свою семерку на зиму. Трестись. Да, музыку продам. Одно. Ну что, двери? Я не знаю даже. Я не знаю, как это комментировать. Ну что, как комментировать? Здесь, я тебе скажу, стоит... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять динамиков. Десять динамиков стоит. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь из них с черепами. Это сетки, гриле. А наш, почему, восемь черепов. Чем? Потому что двух нету еще. А, вот оно как. Нет, там должны были стоять драйвера, то есть высокочастотные драйвера, но я поставил туда динамики. Поэтому у вас с Алиэкспресса просто не пришли сильно? Нет, я с Алиэкспресса только диски заказал. Какие диски? Вот эти с полкой, японские. Да, конечно. Не, ну смотри, здесь... А это что? Это, вот это рупара стоит, а вот это драйвера. Рупара это высокочастотный динамик, который цыкает. А это что? А драйвера это рак ушей, который шипит. А это что? Это открывание двери. Тут все на кнопках, кстати. Прикинь. Япония отдыхает. Ну, ты видишь, это ж не из завода. А знаешь, из чего обшивки сделаны? Из чего? Из фанеры? Из куска фанеры, да. А вот здесь, как это было сложно? А знаешь, что им перетянуты? Карбоновой кожей, кожзамом. Да, кожей... Битумная кожа, короче. Это... Как тебе объяснить? Заменитель кожи, но он сделан из битума. То есть он отлично тянется, и можно перетянуть практически любую фактуру. Ну, вообще, во-первых, придать любую фактуру. Ты сам делал? Ну, да. В смысле фактура? Это... Это... Это карбон, но это типа кожа. Ага. Но выглядит как карбон. Но мне не понравилась эта херня. Я уж купил, прилепил, что делать. Ну, это у меня, да. Думаю, все равно на сезон так. Реклама тут есть. Ну, ладно, реклама. Что, реклама? Реклама, да, Урал. Знаешь, что такое Урал? Нет. Нет? Урал Саун ни разу не слышала. А слышала Урал Саун, да. Ты вообще... Ты вообще автозвуком занимаешься или нет? Какие? Нет, еще нет. Ты же сказал автозвуком. У тебя, кстати, даже, да, у тебя даже этот... Скажи, я скажу, японская магнитола на японском языке. А это круто, кстати. А у меня, а что, есть? У меня есть каркас кузова. А у тебя нету. Ну, да, кстати. А зачем он? Нет, я тебе не про распорку говорю, а про короб сзади. Нет, распорка, кстати, да. Она... Лобовое стекло держит. И крышу, чтобы она не гуляла. Ну, куфлекс. Как все серьезно, да, могу. Садись, садись в машину. Ух! Нажми тормоз. Нажми кнопку. Какую? Ну, вон там вот, у меня кнопка есть. Нажимай, нажимай. Это? Да, да. Все, заглох, хорошо? Ну, заглох, одежь заводи. Тормоз нажимай. А чем тормоз? Ну, надо. А почему надо, ты скажи? Да, чтобы завелась, она не заведется без тормоза. Еще раз. Плохо нажала. Машина с кнопки, это сильная, наверное. А ручник есть? Или она может вкрутиться? Ручник есть, но он, это, имитация. Видишь, у меня GDM, скажешь, сабля стоит. Я не знаю, почему ты себе такую не поставишь. А, ты не достаешь до педалей? Это типа у меня такая отродка, что ли? Что? Болтается так коротко. В смысле болтается? В смысле болтается? Что это? Это ход. А задняя как? Там же как-то, она нажимать надо. Да. Не, ну нажимать это надо на этих, на вазах. А тут как? Зачем тебе задняя-то? Хочу попробовать. Ну, на, вот здесь рычажок подними, вот под этой. Ну, здесь такая штука есть, ее надо поднять. И как первую? Как первую? Куда глубже? Включается. Ну, куда? Извините, девушка, вы не сдали экзамен, выходите. Ну, что еще спросишь? Смотри, у меня где стеклоподъемники есть. Тут много, о чем можно спросить, да, стеклоподъемники. Перенесены стеклоподъемники, куча проводов, все разобрано, все разваливается. Здесь панелька делала блоком, да. Да, блокировано. Как на этих, как на ралли. Чем? Так у меня же как ралли сделано. А, терролинная, да, наверное? Париж, Дакар. Что, тумблера? Тумблера. Они работают вообще? Один идет на генератор, на второй тумблер, а второй, один идет на лампочки, и все. Остальные пока так, имитация. Имитация. Это имитация? Нет, одна работа, кнопочка. Одна кнопочка. Это все сделано было... Это было сделано на три усилителя, чтобы они отдельно включались и на фары отдельно. А вы не включаются? Они у меня постоянно включают, включены я их не включаю. То есть они имеют функцию, эти кнопки получают? Сейчас нет. Сейчас это имитация. Ой, да. А если нажму? Нажимай. Бах! Что там делать, что-то? Тут можно, знаете, как эти... Детям делают такие штучки, чтобы они... Развивали моторику. Да, да, моторику. Можно сидеть и вот так вот тыкать, и успокаиваться. А! Стой! Это называется наводки. Ты что там выключила? А, ты пары выключила? А что такое звук был? Ну, отдает немножко. Немножко! В сабовое звено. Немножко, да. Нет, ты скажи, сзади типа там. Так сзади мы еще не дошли до сзада. Ну ладно, ладно. Тут черепа вообще везде. Человек, я не знаю, помешаный черепа? Почему? Череповец. А вот оно что, куда дальше. Череповцы. А зачем ты уже пяну сюда напяливал? В смысле? Так это это же. Типа усилитель или как оно? Типа прибавляет лошадиных сил? Ну к 150. Нет, это прибавляет децибелы. А, децибелы, да. В твоем понимании децибелы, да, у него с удовольствием лошадиных сил. Я сам... У меня все, что в машине сделано, это плюс 0,5 децибела. Сидушки не регулируются, да? То есть если я поеду, то я пойду, как? В смысле не регулируются? Регулируются. Почему? Его надо просто, это, вручную подвинуть. Так ты куда двигаешься? Не знаю. Если назад некуда двигаться. Часто. Как за час? Да... Ну так, что у нас тут сзади? Ключи, возьми, пожалуйста, с торпеды. Переходим в сердце автомобиля. Открывай багажник. Это? Да. Ух ты, ешь, ты что-то картошку не повозишь. Почему? Можно возить картошку. У меня сверху фанера одевается. Здесь просто сейчас нету ее. Я снял на обзор. Обалдеть. Ну давай, давай тебе вопрос на засыпку. Какой, думаешь, самый мощный усилитель вот здесь вот, из всех? Ну, я лучшую включать не буду, но маленький вот этот, на самом деле. Да. Как ты угадала? Потому что ты бы не спросил этот вопрос, если бы у нас все так легко. Ну давайте объясню. Здесь стоит 4 усилителя. Ну да. Два усилителя идут на сабовое звено. Под причиной они в 0,5 Ом, а каждый играет 0,5 Ом. Далее идет усилитель, вот этот маленький, самый мощный, на фронт. Он питает весь, все динамики 16-го. И маленький Pride Duo, это идет на рупора. Рупора стоят только с одной стороны. А это что для чего? Можешь общую мощность посчитать. Это каждый Kicks дает примерно 3,5 кВт в 0,5. Но это без роста импеданса. Знаешь, что такое импеданс? Нет. Физику не знаешь? Нет. Ну вот, короче, каждый дает по 3,5. Этот дает где-то 3,6 кВт. И этот около 200 Вт. 3,5. 2 по 3,5. 7. Плюс 3,6 кВт. 10,6 кВт. И 200. 800. Ну, 10 кВт без роста импеданса. Побалдеть. Чистого сигнала здесь примерно 4-5 кВт. 5 кВт где-то. Может побольше. Да. Это сильно, я скажу. Ну, слушай, площадку можно озвучить. Ну, тут, если обратить внимание, насколько все аккуратно сделано. Ну, извините, не аккуратно, кстати. Ну, блин, ну, так как, мне кажется, аккуратно. Аккуратно? По крайней мере, если полезешь, ты не запутаешься. Прочитай вот здесь вот. Плюс не наебись. А наш почему? А потому что он синий, да? Да, потому что у меня красная термолосадка кончилась. Ну, я сделал синий. Тут обычно красный, а тут синий. Грамотно, да. Грамотно, четко. Четко, шумка сделана. Шумка. А самый-то... Какой? Эквалайзер на заднем стекле. Эквалайзер, да. Только он не работает. А почему? Зачем он сюда, если он не работает? Да, у меня блок сгорел, а второй я не поставил. В общем, да, рекламный наклеек на машине много, возле чайной моей. У меня нету таких... Ну, слушай, я бы тебе рекомендовал бы написать какую-нибудь шарагу шинную. Типа там, Мишлен. Мишлен, я ТОЯ лучше. Или ТОЯ, да, 3 восьмерки какую-нибудь. Чтоб шлепать. Чтоб они мне этот... Меня даже, видишь, на этой, на рамке. Это реклама. Ну, правда, облезла уже. Давно ты владеешь машиной? Слушай, с 11-го года. А занимаешься автозвуком? С рождения. Не. Ну, вот ты... Не, жестким автозвуком, вообще жестким, второй год. Ты это за два года сделал? Нет, это каждый год я меняю оформление. Ага. Все, что есть, я каждый год меняю. Все, поняла. И все в этой машине, да? Не, не закрывай. Других машин не было? Других были, семерка была. Семерка была, она тоже была, да, в автозвуке? Ну, в таком хуевом. А как твоя семья к этому относится? Ко всему гадать? К автозвуку? Вот к твоему увлечению. Они терпят. Терпят, да. А не любят кататься? Тут только один вмещается человек. Не, с Дашкой у меня есть видос, где она едет, поет постоянно, там, на тачке. Ну, все время едем, там она, ну, свои треки все время поет. Дашка это кто? Ну, дочка моя. Дочке сколько лет? Шесть лет. Ну, вот, с дочкой в теме уже это хорошо. Ну, она, видишь, басуху еще не переваривает. Да? Как и ты, в принципе. Это женский слух просто. А еще, что это такое? Да это пленка хамелеон. Давай я сразу отдирую? Отдирай. Новую купишь. Не отдирай, не отдирай. А зачем отдирай? Что, тебе не нравится, что ли? Да что, ты какую-то вещь. Нет, так она под этими, под разными ракурсами, по-разному светится. Большинство говорит, что фары горят. Труба-то, выхлопа какая модная вообще. У меня выхлоп громче, чем у тебя, прикинь. Да, конечно. Поспорим? Да, поспорим. Давай. На что? Давай на 50 рублей. Ну, давай на 50. Не, не на 50, на мороженку. Ну, давай на мороженку. Давай. Разбивайся. Я тебе отвечаю. А ты хочешь включить звук выхлопа через динамики, да, или как? Увидишь. Да? То есть, это не все так просто. Значит, мороженку я не буду. Мороженку сегодня буду есть я. А он у меня такой? Ну, у тебя как на шестерках. Я вот на шестерку куплю, а такой же поставлю. А он у тебя какой-нибудь топовый или просто панка? Какой-то топовый. Топовый, да. Какой, не знаю. Ремус. Ну, какой-то топовый, да. Или Ашкэс. Ну, Няшка, о, бля, Няшка-эс точно. Что, масса испачкалась? Да слушай, я говорю, не к вам, да. Да пофиг. А что, флейту не ставишь? Не, ну, кстати, у тебя тихий выхлоп. Я думал, у тебя громче будет. Ну, когда едешь на передачу, он громче. Да. Ну, давай вернемся к вашей, Няшке. Да, конечно, все. Сдулась. Ну, как это, надо мне еще показать. А, да, извиняюсь. Дисковые тормоза сзади, видишь. Это барабаны, ты что, не шаришь, что ли? Я же шарю, я же сказала, что это дисковые. А у тебя, у самой это что-то? А у меня барабаны, у меня, видишь, у меня барабаны. Тормозюльки есть какие-то. У тебя штатные вообще тормоза стоят, не саноски. Нет, у меня отличается. Или это наклейка? Нет, это... Вот здесь вот такие, не знаю. Это GTR-а, да. А, так это не GTR? Нет, это не GTR. Нет, просто я видел, шильдик GTR. Да, GTR. Вырежьте это, это нельзя говорить. Это GTR. Да уж. Ну, что, давай пойдем. Там так вот запестишь, там потом. Что сделаю? Ну, ты там совместишь, как-нибудь там, потом, красиво. Ну, что? Ну, я как монтажер не могу тебя понять. Отстань. Ну, давай, сзади что? Сзади у нас стоит... Сзади стоят, короче, два больших динамика. Два? Я думал, четыре. А, четыре. Четыре, да. Видишь, досочки всякие разные. Шумоизоляции много. Музыка. Ой, фу, свет. Подсветка, да? Подсветка, да. Да, это диодная лента, да. Ну, блин, не знаю. Я не могу ничего сказать. Но это много или мало? Ну, я максимум один видела. Один? Тут четыре. А тут четыре. Еще и место задних сидений. Ну, это... Это, конечно, очень интересно. Это все очень... Что, будешь слушать? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 У меня все равно мороженое нет. 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 Продолжение следует...